Открытый диалог. Диалог. С Александром Непомнящим. Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Здравствуйте, Сергей. Ну, поговорим об Израиле. А точнее, о том, что является наибольшей угрозой для Израиля. Спасибо, Сергей. Да, действительно, я хотел бы поговорить о вещи, которая, на мой взгляд, представляет собой наибольшую угрозу для Израиля, точнее, для его демократического и национального характера, и это юридическая мафия израильская. Но прежде чем говорить о вещах тревожных и грустных, хочется сказать буквально два слова о вещах замечательных буквально за несколько часов до нашей с вами передачи. В овальном кабинете Трамп встретился с президентами, с лидерами двух государств балканских, Сербии и Косово, и по итогам этого разговора две эти страны решили, договорились о нормализации отношений. То есть не только Трамп миротворец, в полном смысле этого слова, не только на Ближнем Востоке, но и на Балканах, но и маленький израильский момент. По итогам этого разговора не только Сербия и Косово обещали помириться и прекратить, в общем-то, печальный конфликт, который унес многие жизни на Балканском полуострове, но Сербия пообещала перенести свое посольство в Иерусалим, а Косово сообщила, что намерена нормализовать свои отношения с Израилем. И более того, по таким уже как бы менее официальным данным, даже тоже готова открыть свое посольство в Иерусалиме и таким образом стать первым государством с мусульманским большинством, которое откроет свое представительство дипломатической в Иерусалиме. Ну, не будем торопиться, по крайней мере, в любом случае, Сербия уже о своем намерении объявила, и это, конечно, приятная новость, радостная, которая показывает, что Трамп, разруливая как бы даже совсем, казалось бы, другие конфликты, не забывает о своих друзьях, понимая, насколько для Израиля важен вот этот вот момент открытия посольства в Иерусалиме. Ну, а теперь сразу без перехода поговорим о действительно юридической мафии израильской, которая за последнюю неделю, в общем, отметилась сразу в нескольких очень показательных событиях, и я думаю, что пришло время о них говорить, мы давно о них уже не говорили. И здесь я в том, что я подготовил для наших слушателей, хочу использовать материал, написанный Кэролин Глик. Я буду несколько раз, по крайней мере, цитировать его. Кэролин Глик — израильская, американская израильская журналистка, которую я часто перевожу. И вот я позволю себе процитировать несколько абзацев из статьи, которая сейчас в ближайшее время будет уже опубликована в сети в переводе на русский язык, которую я сделал. Так вот, начнем сначала. Действительно, в последние несколько недель израильтяне были увлечены новой криминальной драмой, вышедшей на израильские телеэкраны под названием «Монаик или крыса», главный герой, который следователь полицейского следовательства следственного отдела Министерства юстиции, которому поручено расследование деятельности мошенник. И вот сюжет этого сериала повествует о сокрушительном открытии главного героя, о глубоко укореневшейся коррупции на всех уровнях полиции и государственной прокуратуры. Такой вот комиссар Катани по-израильски. И надо сказать, пишет уже Кэролин Глик, что если бы сериал этот появился в эфире лет 15 назад, он бы наверняка провалился, потому что в то время в израильском обществе отношение к полиции, прокуратуре, к судам было такое, что это наши святые коровы, не трогайте, на них держится государство. Это люди, которые действительно отдают всех себя работе, они не подкупны, правосудие слепо в Израиле и так далее. Но за последние несколько лет вера в общественности, в правовую систему, очень резко изменилась, упала. В ноябре прошлого года газета «Глобс» израильская опубликовала опрос, который показал, что 72% израильтян, то есть подавляющее большинство, убеждены, что полиция и государственная прокуратура селективно применяют закон, иначе говоря, политически ангажированный. И в этой обстановке, конечно, успех монаика был почти гарантирован. Почти каждый день происходят события, которые упрепляют общественное мнение в том, что правосудие в Израиле очень и очень политизировано. Хуже того, в этой политизированной системе правосудия Израиля судьи и прокуроры, и следователи полиции при этом еще и обладают неограниченными полномочиями, которыми, в общем-то, ни одна правовая система в любой другой демократии никогда их не наделяла. Собственно, она и не наделяла их в Израиле, они сами себе все это присвоили. И вот рассмотрим события прошедшей недели, последней. В четверг Верховный суд вынес два решения. В первом случае председатель Верховного суда Эстер Хают и ее заместитель Иуда Мельцер приказали уничтожить в течение трех лет еврейский поселок Мицпе-Крамим в районе Беньямин-Заудеи. Решение это ошеломляет, потому что с самого начала поселок Мицпе-Крамим был учрежден государством под пристальным контролем Министерства юстиции. И жители ничего не делали там без одобрения Минюста. То есть все было законно и запланировано. Это было построено государством. И тем не менее Хают и Мельцер постановили, что права собственности жителей Мицпе-Крамим должны быть аннулированы, поскольку, как им кажется, по их мнению, в одном или двух случаях за последние 11 лет правительственные чиновники, которые гарантировали законность этого строительства, ошибочно истолковали карстную или документ. Речь идет о том, что там какие-то части земли, возможно, принадлежат каким-то арабским кланам частным. Не то чтобы эти арабские кланы где-то появились и потребовали свою землю, об этом позаботились левые организации. Хотя арабов никаких нет и в помине, но судьи решили, да. Скорее всего, ошиблись чиновники. И они, конечно, истолковали это в пользу левых организаций, которые требуют сноса поселка. Но за две недели до решения о Мицпе-Крамим коллеги этих судей по Верховному суду, судей Мени Мазуз и Джордж Карра, запретили армию обороны Израиля выполнять законный военный приказ по сносу дома террориста, который убил солдата армии обороны Израиля, сержанта Амита Бен-Игаля. «Разрушение дома повлечет за собой большой ущерб», написали они ряду основных прав, включая ущерб правам собственности и человеческому достоинству. И главное утверждение этих судей состояло в том, что они не хотели бы причинить вред семье убийцы, которая ведь не убивала Бен-Игаля. А раз семья как бы пострадает, нельзя, чтобы она пострадала, значит дом террориста снесен не будет. Другими словами, Верховный суд Израиля постановил, что права собственности сотен израильтян, которые действовали абсолютно добросовестно, не нарушали закон, должны быть попраны, поскольку какой-то клерк, возможно, неверно прочитал карту, а имущественные права членов семи человека, убившего солдата армии обороны Израиля, должны быть поддержаны и защищены, поскольку они преступления невиновны. В своем втором решении в прошлый четверг суд отклонил ходатайство Ликуда о публикации протоколов Центральной избирательной комиссии о недавних выборах в связи с серьезными подозрениями о фальсификации результатов голосования. Это было еще одно разбирательство в Верховном суде, когда Ликуд сказал, очень много было фальсификаций на последних выборах, пожалуйста, разберитесь там. Вообще, возможно, судьям Верховного суда не стоило даже браться за этот вопрос, потому что председатель Центральной избирательной комиссии тоже является судьбой Верховного суда. Тут конфликт интересов как бы налицо. Но уж если судьи Верховного суда решили обсудить поведение избирательной комиссии, в которой они сами входили, вместо того, чтобы отдать это какому-то независимому органу, можно было предположить, что они постараются, чтобы все это разбирательство и решение было максимально прозрачным. Но все оказалось ровно наоборот. Как сказал затем депутат от партии Ликуд Шлома Карраи, после вынесения решения суд даже не предписал опубликовать протоколы, опубликовать протоколы о выборах в тех случаях, когда подозрения в мошенничестве совершенно очевидны. Вот, например, была такая ситуация. 7 тысяч арабских бюллетеней. 7 тысяч. Для Израиля это очень серьезно. По сути дела, выборы год назад решились, потому что у правой партии Ямина не досчитали полторы тысячи голосов. Если бы их они были, то Ямина прошла бы, соответственно, арабы получили меньше, у правых было бы большинство. Но у Ямины не хватало, а у арабов, наоборот, было много. И вот мы видим, что по меньшей мере 7 тысяч бюллетеней, поданных израильскими арабскими студентами, это были голоса студентов, которые в это время вообще были в Иордании. Они учатся там в Иордании. В Израиле запрещено заочное голосование. И совершенно непонятно, как студенты, находившиеся в Иордании, могли проголосовать в своих арабских деревнях. Но когда Караипа требовал опубликовать протоколы вот этих самых мест, где они голосовали якобы, Верховный суд отказал. И, иными словами, когда дело касается Верховного суда, а здесь как бы суди Верховного суда ведь были главами этой самой избирательной комиссии, никто не имеет права ставить под сомнение поданные бюллетени, даже если вот такая вот лопиющая ситуация сложилась. И точно так же неподсудные государственные обвинители Израиля, в прокуратуре. И тоже они оказались в новостях в последние дни, что, впрочем, вполне обычно. И здесь тоже были две примечательные истории, которые дают представление о глубине одержимости государственной прокуратуры стремлением утопить Натаниял и его сторонников любой ценой. Одно из преступлений, за которые сейчас намерено судить Натаниял, это такое приписываемое ему взяточничество. И прокурор утверждает, что Натаниял получал положительное освещение на новостном сайте ВАЛА, который принадлежит Шаулю Ирис Алович. А в обмен предоставил им некие льготы для телекоммуникационной компании БЭЗа, которая им тоже принадлежит. И вот в июле адвокаты Аловичей заявили, что прокуратура не предоставила им точных протоколов с материалами расследования. В частности, говорили адвокаты Аловичей, что прокуратура передала им искаженный протокол разговора следователя полиции с их сыном Орамаловичем. О чем там шла речь? Значит, следствие вызвало сына этих самых людей, которые якобы получили от Натаниял взятку. И в ходе беседы следователь требовал от сына убедить своего отца, уволить их адвоката и нанять того адвоката, который заставит отца выступить в качестве государственного свидетеля против Натаниялу. То есть, по сути дела, следователь давил на сына человека, чтобы человек этот поменял себе адвоката на того, который заставит этого человека стать государственным свидетелем против Натаниялу. Если это действительно имело место, а похоже, что так оно и было, следователь действовал абсолютно незаконно. И, по сути дела, он подорвал это расследование. То есть, там как бы дальше уже ничего вообще не может быть, потому что такое грубое нарушение следствия. Однако, как ни странно, всего этого не оказалось в протоколе разговора, который обвинение передал адвокат Алович. И, более того, 24 июля прокурор Натаньяу Лиад Бенари представил в районный суд Иерусалима письменные показания, в которых говорится, что обвинение предоставило адвокатам защиты все материалы расследования. Рассматриваемый меморандум был несущественным, утверждала эта самая Лиад Бенари, поскольку обвинение представило адвоката Аловича и всю запись разговора. Но уже во вторник, не до последней, прокуратура изменила свой ответ и признала, что не предоставила Аловичам полный протокол разговора. А затем заместитель государственного прокурора Нурит Литман выпустила указание относительно преследования демонстрантов. Она сказала, что прокурорам не следует предъявлять обвинения тем демонстрантам, которые в ходе протестов перекрывают дороги и игнорируют приказы полиции. Вот такое указание прокурора. Теперь эти рекомендации Литмана, они более чем спорны. И возникает вопрос, почему именно сейчас? А объяснение очень простое. Именно сейчас в Иерусалиме проходят хорошо организованные и оплаченные деньгами американской левой организации, связанной с демократической партией, через Барака, друга вот этого самого Эпштейна, педофила. Так вот, левые протесты, оплаченные американскими демократами, проходят в Иерусалиме. И на этих демонстрациях они нападают на полицейских, перекрывают движения, блокируют. И, казалось бы, нужно бороться с ними, как-то пресекать по закону. И вот прокурор Литман говорит, этих людей трогать нельзя. Надо заметить, что эта самая Литман в свое время демонстративно покинула рабочую группу старших прокуроров ВОЦАП вместе с той же самой уже упомянутой Лиад Бенари, когда Амира Хана, министр юстиции, тогда назначил Дана Эльдада, как бы человека правого, заместителем государственного прокурора. Иначе говоря, Литман уже демонстрировал свою явную политическую ангажированность. Но когда сейчас Ли Кудрих скритиковал Литман за эту очевидную предвзятость и защиту демонстрантов левых, она заявила, что, мол, это вообще никак не связано с Натаньяо, и что все это инсинуации, она просто совершенно случайно. Ее рекомендации или указания, на самом деле, совпали по времени с беспорядками, которые сейчас происходят. И ничего общего тут, мол, нет. Но публика-то, ведь в общество в Израиле не идиоты. Израильцы хорошо помнят, что государственные обвинители были совершенно иначе настроены, когда давали приказы об аресте, судебном преследовании, например, тех, кто организовал кампанию протеста инвалидов в 1917 году. Инвалиды тогда в Израиле требовали себе расширения разных льгот и устраивали довольно агрессивные демонстрации, и полиция, прокуратура довольно жестко это подавляла. А потом, в 1919 году были беспорядки устроены израильтянами филопского происхождения. Там тоже прокуратура и полиция довольно жестко себя вели. Что же изменилось сейчас? А сейчас эти демонстрации левых против Натаньял, и вот один из высокопоставленных прокуроров говорит, нет, их трогать нельзя. Более того, многие израильтяне ведь помнят о том, как в преддверии изгнания и уничтожения израильских поселков в секторе Газа и в Северной Самарии в 2005 году под руководством тогдашнего генерального прокурора, а ныне судьи Верховного суда, ныне Мазуза, обвинение вело к кампанию политических репрессий, буквально политических репрессий, как в Советском Союзе против своих политических оппонентов и протестующих, в том числе несвершолетних детей, буквально в возрасте 13 лет и меньше их арестовывали и содержали без предъявления обвинений в течение нескольких месяцев под арестом или выселяли из домов родителей 12-летних детей из-за политических взглядов родителей. И все это было, а теперь вдруг оказывается демонстрантов, которые выступают, перекрывают улицы, трогать не надо. А ведь тогда, чтобы подорвать протесты, Мазуз приказывал полиции перехватывать автобусы, которые ехали на законные акции протеста. Это очень хорошо помню. Мы маскировали наши автобусы под экскурсии, чтобы нас не перехватили полицейские, у которых было указание генерального прокурора. И после всего этого Мазуза не уволили за эти усилия, за эти нарушения фактически, а напротив назначили Верховный суд, а его заместители, которые вокруг него все это делали, они тоже поднялись по карьерной лестнице в прокуратуру. Вообще говоря, за последние 25 лет было написано множество статей и исследований, подробно показывающих, как неконтролируемая власть правовой системы, точнее, юридической мафии израильской, породила монстра, пожирающего израильскую демократию. И, по сути, сделала выборы несущественными, поскольку создала такую двухуровневую систему правосудия, где применение и само толкование закона принимается на основании политических взглядов. То есть, да, есть законы в Израиле, есть система правосудия, только для левых она, одна, а для правых совершенно другая. И это, конечно, совершенно никак не вяжется с демократическими условиями государства. Но все эти исследования, которые были написаны, ничего не изменили, потому что единственное учреждение, единственный институт в Израиле, который способен как-то проверять судей, прокуроров и полицию и остановить, это КНЕС. Это демократически законно избранные наши представители. А КНЕС от бездействия. Если бы израильские законодатели хотели бы, они обуздали эту вакханалию судей-адвокатов и восстановили бы демократию. Чтобы контролировать суд, мы об этом говорили много раз. КНЕС должен принять закон, который запрещает судьям отменять принятые КНЕС этом законы. И другой закон, запрещающий судебное вмешательство в деятельность исполнительной власти, в том числе военные приказы и операции. Не может быть такого, что военные хотят провести операцию по уничтожению террориста, а вмешивается какой-нибудь судья и говорит, я запрещаю. Как происходит это в США или в других демократических странах? Судебные решения о законности действий исполнительной власти должны выноситься постфактум. То есть, конечно, может статься, что исполнительная власть нарушает закон. Это может случиться. Тогда постфактум судьи об этом это обсудят, примут это решение и постфактум накажут того чиновника, который нарушал закон. Но нельзя остановить офицера, выполняющих боевое задание. А в Израиле сегодня это можно. Следует ясно понимать, нынешние полномочия, которые прибрал к рукам себе Верховный суд, отменять законы и блокировать действия правительства, не давались по закону суду. Судьи присвоили эти полномочия себе, а политики просто не остановили их. Это очень важно понимать. Я повторю это еще раз. Израильская судебная правовая система присвоила себе массу полномочий, по сути дела, полностью в выхолостив возможность исполнительной избирательной власти, то есть КНЕСЭТа и правительства что-либо делать. И этих полномочий у них никогда не было. Это даже не какое-то расширенное толкование закона. Это просто так они сказали, мы так будем делать, а политики их вовремя не остановили. Чтобы контролировать прокуратуру, кстати, КНЕСЭТ должен принять тоже законы. Законы, которые изменяют порядок назначения генерального прокурора и ограничивают его полномочия. Сегодня генеральный прокурор отвечает и за государственную прокуратуру, и за консультации правительства по юридическим вопросам. Но в прошедшие годы Верховный суд перехватил власть по назначению генерального прокурора. Фактически сегодня правительство подчинено тому, что назначает прокурора комитет по назначению контролируемой судом. А генеральный прокурор, в свою очередь, превратил свои консультивные заключения, то есть он может советовать исполнительной власти. Но эти советы сегодня превратились в обязательные указания, что, естественно, ограничивают способность правительства продвигать свои законные цели. И более того, генеральный прокурор заявил о том, что он контролирует всех своих коллег, юридических советников во всех правительственных министерствах и комиссиях и в Кнессете и наделивых полномочиями блокировать действия министров и парламентских процедур в Кнессете. То есть вообще какая-то несусветная, невероятная, абсурдная ситуация. У нас есть власть, которую мы выбираем себе, но эти люди связаны по рукам и ногам какими-то юридическими советниками, чиновниками, которых назначают, по сути дела, уголовная юридическая мафия, и они обладают правом, которого у них нет, разумеется, на самом деле, просто сказать, а мы не разрешаем законно избранным депутатам или правительству делать так-то и так-то. Чтобы положить конец такому положению дел, Кнессет должен принять закон о распуске вот этого комитета по назначению и наделить правительство и его министров полномочиями назначать своих собственных юридических советников. То есть у министра должен быть юридический советник, но он должен быть подчинен министру, а не какой-то структуре мафиозной, которая решает, кого назначить и дать ему любые полномочия. Так вот, должность генерального прокурора тоже должна быть разделена на две отдельные должности. То есть есть глава прокуратуры, а есть советник правительства по правовым вопросам. И обе эти должности должны подчиняться правительству, разумеется. И политики должны были быть готовы к таким действиям. В конце концов, это их полномочия, которые у них отобрали юристы. Если политики хотят, чтобы их позиция вообще имела какое-то значение, им нужно вернуть свои мощи, свою силу. Но что произошло? Левым законодателям, как бы не хочется в этом направлении действий. Почему? Да понятно, почему. Юридическая клика разделяет левое мировоззрение. Проводит за политиков левых желаемую политику. То есть левых давно не выбирают во власть, но им это и не нужно, потому что у них есть юридическая мафия, которая продвигает их повестку дня. Что же касается политиков не Лео Батулка, которые в настоящее время составляют большинство в Кнессете, к сожалению, ключевые политические лидеры, которые полностью понимают все расклады, сосредоточены сейчас на своих узких личных амбициях и заботе, по крайней мере, в двух случаях, о том, как подсидеть Натаниял. И здесь речь идет, конечно же, о двух политиках не Лео Батулка, как бы. Это глава партии «Наш Дом Израиля» Виктор Либерман, и, к сожалению, все чаще мы видим в этом и лидеры Ямина Нафтале Беннет. Они готовы позволить юридической клике взять на себя полный контроль над полномочиями избранной власти, то есть депутатов, до тех пор, пока им кажется, что все это ведет к изгнанию Натаниялу из политической системы. Понимаете? Ну, с Либерманом все понятно, но с Беннетом это ужасно совершенно. Да, у Беннета есть серьезный конфликт с Натаниялом. Да, Беннет находится сейчас в оппозиции, но Беннет не может не понимать, что сейчас потворство вот этой самой юридической мафии, которая как бы делает за него работу, изгоняет его политического противника Натаниялу из политической жизни, он не может не понимать, что это наносит колоссальный ущерб интересам страны. И он должен был преодолеть это как бы свои противоречия и расколы с Натаниялу для того, чтобы, объединившись с остальными правами, попытаться уничтожить юридическую мафию, лишить их этих полномочий законными способами, разумеется, то, о чем мы сейчас говорили. И, конечно, нет никаких сомнений в том, что немалую вину за сложившуюся ситуацию несет сам Натаниял. На протяжении большей части лет, когда Натаниял был премьер-министром начиная с 2009 года, по сути дела, он был готов кормить этого юридического крокодила, полагая, что тот никогда не попытается его съесть. Не то, что он был готов, но он как бы с ним не боролся. Когда были даже такие возможности где-то как-то подвинуть, он это не делал. Теперь, когда подошла его очередь, и он фактически оказался главным блюдом у этих крокодилов, в Израиле возникла замечательная ситуация, когда наконец-то есть премьер-министр, который готов принять необходимые меры, чтобы положить конец захвату власти юридической мафии. Потому что он борется теперь не только за интересы всей страны, он борется за свои собственные интересы. И таким образом возникла возможность победить эту самую серьезную угрозу, с которой Израиль сталкивается как еврейское демократическое государство. Это серьезная угроза, гораздо больше, чем наши арабские внешние и внутренние враги. Как я вам привел в пример, арабы могут голосовать за свои нацистские, исламские, радикальные партии, но их все равно не хватает. Левые подбрасывают из юридической мафии, подбрасывают им еще голоса. И это гораздо страшнее, чем то, что они голосуют за каких-то бандитов. Так вот, сейчас у нас есть действительно возможность, когда премьер-министр, борясь как бы за свое политическое будущее, за интересы страны, может попытаться инициировать законы, изменяющие эту ситуацию. И вот здесь я опять хочу процитировать Каролин Гри, которая написала так. Продюсеры сериала «Монарик», с которого мы начали, получили контракт на второй сезон, как только закончилась буквально на этой неделе последняя серия первого. И не зря сериал, который отважно борется с самой большой угрозой общественной жизни Израиля, он стал очень актуален. Вот пора и нашим избранным лидерам начать делать то же самое. Если уже даже журналисты и сценаристы осознают, какую колоссальную угрозу для будущего страны несет в себе юридическая мафия, то пришло время нашим депутатам, в том числе тем, которые поссорены друг с другом, перестать ссориться хотя бы в этом вопросе и вместе справиться с самой большой и страшной угрозой для Израиля. Спасибо, Сергей. Спасибо, Александр. В этом месте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и обязательно продолжим. Открытый диалог с Александром Непомнящим Возвращаемся в программу Александра Непомнящего. А теперь давайте поговорим вот о чем. Потенциальный выбор бывшего вице-президента Байдена нашим президентом на мой взгляд представляет угрозу не только для США, но и возможно для Израиля. Вот об этом. Вы абсолютно правы, Сергей. Действительно выбор Байдена является прямой угрозой Израилю. Об этом говорит весь прежний опыт отношений Байдена с Израилем. И действительно об этом как бы важно очень сейчас говорить и разъяснять это в том числе и тем американским евреям, которые с симпатией относятся к Израилю и не хотели бы, чтобы еврейскому государству был причинен вред. Вот ну как бы действительно начнем перечислять примеры. Не так давно кандидат президента США Джо Байтен обратился к американским еврейским избирателям с обещанием не обуславливать помощь США и Израилю. То есть, мол, помощь США и Израилю останется не тронутой, не бойтесь, я не сделаю ничего плохого. Но похоже, что исходя из его предыдущего опыта, всерьез полагаться на обещание этого человека было бы крайне промечиво. Напомню, католик Байден точно так же обещал избирателям католикам, что будет представлять их этику и ценности. При этом он продолжает поддерживать право на аборт, и мы знаем, как это болезненно воспринимается католиками. И более того, он сделал своим кандидатом вице-президент и ту, кто построил свою политическую карьеру благодаря финансированию выступающего за аборт и лобби. Но, видимо, для Байдена очень характерно, что он говорит одно, а делает всегда полностью противоположное. И надо сказать, что в прошлом сенатор Байден, тогда он был сенатором, уже грозил Израилю заблокировать поддержку США. Это было в 1982, в далеком 1982 году, когда он разговаривал с премьер-министром Израиля Минахемом Бегиным и в какой-то момент потеряв самообладание, ударил по столу и озвучил свою угрозу. Надо сказать, что тогда он услышал от израильского премьера достаточно, ну, мягко скажем, недипломатический ответ, я процитирую. «Не угрожайте нам прекращению вашей помощи», сказал Бегин. «Я не пугливый еврейчик с дрожащими коленками. Я гордый человек, за которым стоит 3700 лет нашей славной истории. Никто к нам не пришел на помощь, когда мы умирали в газовых камерах и печах крематориев. Никто не пришел к нам на помощь, когда мы бились за свидание своей страны. Мы понесли за это тяжелую цену, мы дрались за это, мы погибли за это, и мы продолжим придерживаться наших принципов. Мы будем защищать их, если понадобится, вновь умрем за них с вашей помощью или без нее». Но это только один пример. А вообще, когда Байден занимал пост вице-президента в администрации Обамы, он, как и сам Обама, и его госсекретари Джон Керри и Хиллари Клинтон делали буквально все, что только возможно во вред Израилю. Например, правительство Израиля было тогда потрясено, когда стало известно, что именно администрация Обамы стояла за утечкой разведданных об израильском Авиадаре по сирийскому объекту, где хранились российские зенитно-ракетные комплексы. Сейчас мы этого уже плохо помним, потому что Израиль с тех пор перестал как бы бояться и открыто уничтожает иранские и антиизраильские какие-то склады оружейные на территории Сирии. Но тогда это было еще очень все деликатно, очень было странно, что наши союзники, американские сливают нас с нашим врагам. А вот в статье Wall Street Journal 29 декабря 2015 года подробно рассказывалось о том, как администрация Обамы вела слежку за израильскими чиновниками, пытаясь понять, как израильское правительство отреагирует на позорную ядерную сделку с Ираном. И, к слову, это именно та самая сделка, которая благодаря Обаме и Байдену сломала двухпартийную политику США по отношению к Израилю, которая существовала на протяжении десятилетий. Ведь на протяжении десятилетий демократы и республиканцы вели себя одинаково. Вот Обама был, по сути дела, первым, кто изменил эту ситуацию. Он превратил демократический истеблишмент в недруга юридического государства. Собственно, и сейчас высший орган руководства Демпартии, Демократический национальный комитет, ДНС, официально заявил о намерении отменить санкции президента Трампа в отношении Ирана, в случае, если Байден придет в власти на выборы 2020 года. Это обещание, конечно же, было с одобрением воспринято так называемым национальным ирано-американским советом. Де-факто это лобби тегеранских аятол в Америке, в Вашингтоне. Собственно, Байден и не скрывает своих намерений полностью возродить политику Обамы на Ближнем Востоке. И прежде всего, самую проблемную ее составляющую вот эту ядерную сделку с Ираном, которая позволяет аятолам не только продвигать программу по созданию ракет, но и заполучить передовые модели центрифуг, которые, собственно, они и получили, и эти центрифуги были укрыты на подземном объекте Ирана в Датензе, где недавно произошли взрывы. Мы об этом немножко говорили, загадочные взрывы, скажем. Так вот, эти центрифуги, они ведь позволяют очень сильно ускорить обогащение урана необходимое для производства ядерной боеголовки. Иными словами, как только Иран захочет, у него будет очень мало времени до того момента, как он сможет получить ядерное оружие. И это было катастрофическое последствие этой ужасной сделки. Другое последствие было связано с непониманием, если, конечно, не сказать, злым умыслом администрации Обама и Байдена того, что иранский режим не станет использовать полученные благодаря этой самой сделке миллиарды на улучшение жизни своего народа. Все эти средства пошли на что? На агрессивные амбиции Айатол, на то, чтобы подкормить Хизбалу, Хамас, другие террористические структуры. И этот щедрый дан дар Обамы и Байдена в размере 150 миллиардов долларов с еще полтора миллиарда наличкой позволили иранскому режиму укреплять свой контроль над Раком, над Сирией, над Ливаном, над Газой, над Южным Йеменом. И все эти изменения, действительно, мы сейчас делаем маленький экскурс в историю, все эти изменения тогда шеломили суннитский арабский мир, наполнили их ужасом и ощущением собственной уязвимости. И вот тогда, к счастью, благодаря очень своевременной и умной политике израильского руководства это подтолкнуло арабские режимы к умеренности и к налаживанию государством. И в итоге привело к нынешнему соглашению между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, которое установило открытые отношения и партнерство. Но это грандиозное сближение Израиля и суннитов, оно стало результатом уже последовательной работы нынешней администрации Дональда Трампа. Команда же Обама и Байдена оставила Ближний Восток в 2016 году и Северную Африку, кстати, погрязшими в кровавые беспорядки и хаос. И, между прочим, тут есть еще один важный момент. Одним из почти незамеченных мировыми СМИ преимуществ решения Объединенных Арабских Эмиратов нормализовать свои отношения с Израилем стал их официальный отказ от 47-летнего бойкота Израиля. По сути дела, этот акт одним рощерком Пера похоронил печально известное движение БДС, потому что теперь леврадикальные активисты и некоторые члены Конгресса, о них сейчас немножко еще поговорим, как они станут продвигать кампании бойкота против Израиля, когда сами арабские государства отказываются от своего бойкота и подписывают торговые соглашения с Израилем. То есть раньше они могли сказать, мы это делаем, потому что Израиль обижает арабов. Но теперь арабы говорят сами, да нам не нужен этот бойкот. Но демопартия, ее как представители в Конгрессе продолжают поддерживать бойкот Израиля. Это уму не постижит. Здесь уместно напомнить, что хотя попытки заблокировать законопроект в американский, препятствующий бойкоту Израиля, потерпели в Конгрессе поражение, то есть демократам не удалось остановить закон, который начал пресекать и наказывать за бойкот Израиля. 17 демократов продолжили поддерживать беденец. Еще 10 воздержались при голосовании, а два кандидата президента демократов не участвовали в голосовании, как собственно и спикер Палаты представителей Нейнси Пелоси, которая себя называет другом Израиля, а в суде дела вела себя как настоящий враг. И для полноты складывающейся картины стоит отметить резкое охлаждение интереса среди лидеров демократов к ежегодной конференции АйПАК. Мы об этом говорили уже. И отказ всех до единого демократических конгрессменов присутствовать на открытии посольства США в Иерусалиме. Их отсутствие на торжественной церемонии, которая была организована посольством Израиля в Вашингтоне. Но самым ужасным, я напомню, из всех предательств Израиля, администрации Обама и Байдена, стал вот такой своего рода удар в спину еврейскому государству накануне ухода из Белого дома Обама. Именно тогда мстительный Обама, полностью поддержанный своим вице-президентом, не стал накладывать вето США на резолюцию Совета Безопасности Он, который, как мы теперь знаем, инициировал тот же самый Обама, который объявлял израильские поселки, города и деревни Вилдеи и Самари незаконными. Ну и, собственно, совсем недавно Байден заявил, что не поддерживает суверенитет Израиля в Иудее и Самари. То есть не признает суверенитет Израиля над районами, где уже сегодня проживают больше 600 тысяч евреев. Он даже пошел еще дальше и заявил, что возобновит американское финансирование корруппированного режима обумазано в Рамале, напрочь игнорируя тот факт, что огромная часть этих денег выплачивается в качестве премии пенсии террористам-убийцам-израильтянам. И Байден заявил, что вновь откроет Вашингтонское бюро Организации Освобождения Палестины, которое вот этими главами ООП террористами называют, они его называют посольством Палестины, которое Трамп закрыл. Ну и, наконец, Байден признал и дал легитимацию антиизраильской организации J-Street, которая была создана командой Обамы для нанесения ущерба имиджу Израиля как бот имени евреев и для ослабления произраильских сил в Айпо. Надо сказать, что бывший министр обороны Роберт Гейтс, который достаточно хорошо осведомлен в нюансах обсуждения важных политических вопросов внутри овального кабинета, он заметил в свое время, что Джо Байден последовательно занимал ошибочную позицию почти во всех важных вопросах внешней политики и национальной безопасности на протяжении последних четырех десятилетий. То есть это человек, который хронически выбирает неверную сторону и хронически делает ошибки. И хотя имиджмейкерам демократов и лояльным им СМИ трудно это признать, но предвыборная кампания Байдена, мы-то с вами это прекрасно понимаем, стала настоящим позором. Его постоянные оплошности, какое-то невнятное обормотание, оно внесло смуту даже всегда пламенных адептов демпартии. Даже газета Chicago Sun Times, которая традиционно поддерживает демократическую партию, высказала опасения, что ослабление способностей Байдена, так они сформулировали это, способно подорвать его шансы на избрание. Но Байдена, мы прекрасно это понимаем, никто и не собирается делать президентом, который бы действительно руководил страной. Он всего лишь фасад, прикрытие, фронтмен для рвущегося к власти радикального крыла своей партии. Обманывая нацию, демократы пытаются выдать себя за умеренных, надея сохранить своих традиционных избирателей. Но правда это заключается в том, что эта партия очень сильно изменилась в последние годы, изменилась до неузнаваемости. Теперь, по сути дела, она принадлежит альянсу красных и зеленых, марксистов и исламистов, которые полностью контролируют партийный эстаблишмент. Уже сейчас лидеры партии подчинены радикалам, а потому, если демократы придут к власти, то политику станут определять не Байден и Харис, а радикальные нео-марксисты и исламские фанатики. И ярчайшим примером вот этой ситуации, подтверждающей эту ситуацию, стала Ильхан Амар. В свое время Амар сумел очаровать сентиментальную публику, и она заполучила свое место в Миннеаполисе. Евреи ее района поддерживали ее как представители прогрессивных ценностей. Ну, мы все это хорошо помним. Но вскоре маска была сброшена и раскрыла настоящую суть тяжестной антисемитки и ненавистницы Израиля. Недавно Амар вообще призвала к распуску американской полиции. Она также призвала вовсе снести систему. Этот радикализм демонстрирует суть нынешнего мейнстрима демократической партии. Поймите, демпартия сегодня это не как бы просто такая же, как республиканская, только с каким-то более таким социальным что ли, с рекордом. Нет, это радикальная красно-зеленая партия коммунистов и исламских экстремистов, которая призывает полностью разрушить систему. Ильхан Амар ее знамя. Амар часто называют будущим демократической партии. И это будущее, мягко говоря, выглядит очень тревожно, учитывая то, что члены так называемой сборной, куда вместе с Омар входит также Рашид Атлаев и Аяна Пресли и Александра Кортес продвигают исключительно марксистско-исламскую повестку дня. Я снова повторю, они продвигают марксистско-исламскую повестку дня. Это вам не какие-то чуть левее или чуть социально более настроенные, чем республиканцы. Нет, это марксисты и исламисты. И не случайно Джо Байден недавно обратился с публичной просьбой о поддержке к миллиону мусульманских избирателей. А вот к миллиону еврейских голосов он публично обращаться не стал и, как видно, не станет, демонстрируя нынешние интересы своей партии. Между тем, представительница демпартии в конгрессе Ильхан Амар открыто занимается сбором средств для Совета Американо-исламских отношений Каир. Эта структура одна из структур американского филиала братьев-мусульман. И, к слову, Объединенные Арабские Эмираты рассматривают Каир как террористическую группировку, ни больше, ни меньше. То есть Ильхан Амар занимается сбором средств для структуры, которую Арабские Эмираты называют террористической группировкой. И следует понимать, что радикалов среди демократов в конгрессе намного больше, чем сейчас квартет этой самой сборной. Мы говорили об этом в прошлый раз, что их уже в будущем конгрессе будет как минимум восемь, а не четыре. На самом деле больше. И не случайно 30 демократов, мы о них говорили только что, поддерживали антиизраильский нарратив Ильхана Марка, когда дело дошло до голосований о противостоянии и бойкоту Израиля. И количество этих марсистско-исламских экстремистов среди демократов еще больше возрастет в следующем конгрессе. Ведь одним из последних таких умеренных демократов был Элиот Энгель, один из последних произраильских, можно сказать, демократов. Его просто смели на недавних предварительных выборах, мы об этом тоже говорили, когда его оппонентом был радикал, настоящий радикал, экстремист. И именно эта сила марсистов и исламистов, радикальных людей будет определять политику демпартии. Они, вовсе не Байден, будут диктовать внешнеполитическую доктрину США в случае победы демократов. Байден будет таким вот номинальным президентом, подписывающим указы, которые ему будут подкладывать, читающим речи в стиле суфлеров, пожимающим руки высокопоставленным лицам, а реальная политика будет осуществляться совершенно другими людьми. В чем будет заключаться политическая позиция партии в случае победы на выборах 2020 года? Об этом можно узнать, когда мы слушаем Эль-Хана Марк. Ведь именно она была назначена членом Комитета по иностранным делам США. Ее не сняли с этой должности даже после всех ее многочисленных и вопиющих совершенно омерзительных, отвратительных, антиеврейских, антиизраильских высказываний. Ее не могли снять, просто потому, что именно она является сегодня флагманом и мейнстримом партии. За ней сила. А теперь просто представьте себе демократическую администрацию, которая назначит Эль-Хана Марк уже председателем Комитета по иностранным делам и США. Какой, по вашему мнению, станет позиция США по Израилу? Спасибо, Сергей. Спасибо, Александр. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200. После, перед первым перерывом было достаточное количество желающих позвонить, задать вопрос. У вас сейчас есть такая возможность, поскольку у нас остается еще какое-то время до конца этого часа. Пожалуйста, 847-400-5200. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Значит, по второму пункту, так сказать, вашей сегодняшней программы, я могу сказать, что сам Обама, ведь он же мусульманин, по всем, так сказать, признакам. То есть, его отец мусульманин, и он не переходил никогда в христианство. Это известно. Поэтому они продвигают, он и его вот, и его новые, как бы, друзья, и Ханамар, Слаип и так далее. Они продвигают ислам в нашей стране. А что такое ислам, вообще-то не все знают, какое-то страшное дело. Вот хорошо бы, если бы на нашей радиостанции вот такая программа тоже начали бы вести, что такое шариат и все прочее. Теперь я бы хотела сказать, вот вопрос у меня есть по первой уже части. Значит, я очень уважаю, естественно, и, как ее зовут? Партия Есин. Подскажите мне, как зовут эту женщину? А? Айелет Шакет. Айелет Шакет. Именно. И ее патрона, так сказать, тоже. Я знаю его карьеру и тоже его очень уважаю. И на мой взгляд, вот то, что вы сказали про Натани Ягу, я бы добавила, что он как бы ведет себя почти как Путин. То есть он совершенно не думает о том, что нужны какие-то новые последователи его. Что он будет, он же не может быть до гробовой доски, как про социализм, управлять вот государством Израиль. Поэтому, что там произошло, я бы хотела узнать. Почему такое отношение у этих двух уважаемых людей к этому вопросу? Ну и почему сам Натани Ягу не делает никаких шагов сам к примирению? Потому что, на мой взгляд, это вообще-то ошибка Натани Ягу больше, чем вот... Давайте успеть на него ответить. Хорошо, спасибо. Действительно. Во-первых, по поводу Натани Ягу. Самый абсурдный, на мой взгляд, претензий, которые можно предъявить Натани Ягу, что он не выращивает лидеров. Он что, их из кармана должен доставать? Лидеры должны вырастать сами. Беда не Натани Ягу, а общества израильского, что нет достаточно серьезных конкурентов Натани Ягу. Действительно нет. Натани Ягу намного порядка выше любого израильского политика сегодня. Но в этом не вина Натани Ягу. Он такой замечательный, успешный, гениальный, какой он есть. Но где другие? Где они? Натани Ягу не может их родить или достать из кармана. Они должны появиться сами. Если они не появляются, то это, конечно, вина больше общества, чем самого Натани Ягу. Теперь по поводу Беннета и Шакет. Вы знакомы с их карьерой, я знаком с ними лично. Я действительно по-прежнему испытываю немалую симпатию к обоим этим людям, за люди ясных, сионистских, национальных взглядов. И, в общем-то, у них есть рекорд успешных действий политических. Но они раз за разом совершали глупые ошибки, которые я не могу приписать злой воле. Я уверен, что это люди действительно глубоко правые, национально настроенные. Но они неопытные, политически неопытные и, как мне кажется, немножко инфантильные политические. И это приводит к тому, что часто они идут на поводу у глупых или злых каких-то начал. Вот как сейчас происходит с юридической мафией. Вместо того, чтобы перешагнуть через свои обидки по отношению к Натаньяо, который считает их инфантильными людьми и не хочет пускать свое правительство, они должны были бы все-таки настоять на том, чтобы начать политику возвращения полномочий к Нессету и какому-то, так сказать, усмирению взорвавшегося Верховного суда и всей юридической клики. А они сейчас хотят, чтобы эта клика сначала съела Натаньяо, а потом типа будет, что будет. Не понимая, что если съедят такого, как Натаньяо, то с ними расправятся просто по ходу дела. Смахнутый с политической карты не задумываясь, потому что им для Натаньяо, до его возможностей, силы и политического опыта еще расти и расти. И да, мне действительно очень жаль, что эти двое сейчас ведут себя так инфантильно. К сожалению, мы видим в последние годы особенно, что вот инфантилизм это их такое очень сильное политическое кредо, к сожалению. И может быть, этим объясняется то, что Натаньяо как-то старается их дистанцировать от своего, своей коалиции. Спасибо. 847-400-5200 Телефон нашей студии. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня непомнящий открыл глаза многим, многим, многим. Хотелось бы, чтобы все эти факты, которые он привел сегодня, он написал в какую-нибудь газету, например, реклама в Чикагскую, чтобы мы могли это распространить особенно среди молодежи. Спасибо. Отвечая на ваш вопрос, оба материала, о которых я сегодня говорил, они будут опубликованы в ближайшее время в сети и таким образом используйте их, распространяйте, делайте с ними все, что сочтете нужным. Я действительно очень, как израильтянин, я очень хочу, чтобы победил Трамп, ни в коем случае не победил Байден. И как человек, который глубоко симпатизирует Америке и тем ценностям, на которые стоит эта страна, я хочу, чтобы победил Трамп, потому что, конечно, иначе нас всех ждет очень большая неприятность. Я не думаю, что большое количество молодых людей слушают наше радио. Что касается газеты, то я боюсь, что они и в руки их не берут, так что я не думаю, что в этом будет какой-то прок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Александр, я как раз считаю, что Мария права и Натаньягу должен был приложить усилия, чтобы вырастить себе смену. Но вопрос у меня другой. В чем заключается конфликт между Бенетом и Натаньягу? Окей, по поводу, опять же, по поводу смены, на самом деле, есть сегодня в Израиле человек, которого пророчат как бы в наследнике Натаньягу, это Йоси Коэн, глава Массада. Он сейчас на государственной должности, и только в 2023 году он как бы закончит свою службу и закончит такой карантинный срок, когда государственный чиновник может входить в политику. Так вот, в 2023 году у нас, судя по всему, будет лидер, который может прийти на смену Натаньягу по масштабам своей личности, это нынешний глава Массада. Теперь, что касается, и Натаньяу намекает на это очень даже прямо, что касается конфликта между Натаньяу и Бенетом, разумеется, это не конфликт идеологический, потому что оба политика находятся в одном лагере. Более того, Бенет был начальником канцелярии Натаньяу именно тогда, когда я с ним познакомился, Шакет там была секретаршей. То есть это всяком, это посудили они птенцы из гнезда Натаньяу. Натаньяу их в свое время вытолкнул, и мне казалось, что этот шаг, который как бы помогает им стать взрослыми, знаете, как в какой-то момент птенца выталкивает птица из гнезда, чтобы он научился летать. Но, к сожалению, с одной стороны, Бенет действительно построил вместе с Шакет партию, которая сегодня может собрать голоса правых, разочарованных, например, Натаньяу. С другой стороны, конфликт, который между этими двумя политиками происходит, на мой взгляд, конфликт личный. То есть Натаньяу — человек, который хочет все самое лучшее. Он говорит, эти ребята мне не подходят, они непредсказуемы, они инфантильны, они должны подрасти, тогда я буду их воспринимать как политические фигуры. А Бенет и Шакет это очень обидно слышат. Они обижены, что их отодвинули. И они не понимают, что отодвинули их не потому, что Натаньяу на них зубы мерит или боится, что они его подседят, а просто потому, что ему не нужны в команде люди с ним предсказуемым поведением, которые могут сегодня вести себя так, а завтра предать его перед пустым циклопиду. И, конечно, это очень жалко, что правые силы раздроблены сегодня, но это то, что есть, к сожалению. Александр, огромное спасибо. К сожалению, времени больше не остается, хотя звонки еще есть, вопросы есть. Ну, ничего, в следующий раз, через неделю встретимся, у вас будет возможность задать вопрос Александру. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!